Здравствуйте, друзья! В эфире передача «За Спорт» и я, ее ведущий, Юрий Черников. В первой программе Нового года мы вспоминаем самые яркие и интересные события прошлого. Безусловно, один из таких был всероссийский турнир по боксу в памяти человека-легенды Михаила Васильевича Проценко. Представительный состав участников, бои на новом ринге, по новым правилам – все это сделало соревнование запоминающим. Вот как это было. Бокс – это, вопреки расхожему мнению, вовсе не кровавые и жестокие гладиаторские бои, а спорт джентльменов. Здесь все подчиняется строгим правилам – за нарушение неминуемое наказание. Здесь нет места слепой ярости, только холодный расчет. Значение имеет не грубая сила, а точность и направленность ударов. Иначе успеха на ринге не добиться. И только достойные спортсмены со всех уголков страны приехали на 16-й всероссийский турнир по боксу в памяти Михаила Васильевича Проценко. Гостей ждали сюрпризы. Бои проходили в новом зале. По уровню, по организации, по пятибалльной шкале – пять. Шикарный турнир, мы не первый раз. Все хорошо. Шикарный зал, должен быть рост, должен быть чемпионы города Заречного, чтобы знали их везде, во всей России. То есть условия шикарные для проведения тренировочных занятий, ну и для проведения соревнований международного уровня. Но это у нас еще впереди. А пока нужно определить сильнейшего. На ринге каждый из спортсменов может надеяться только на себя. Конечно, за канатами родные, друзья, товарищи по команде, тренер, болельщики. Но никто из них проблему за боксера не решит и верх над противником не возьмет. Ринг – это тотальная проверка не только спортивных, но еще и человеческих качеств. Все на ринге видно, все видны. Все нюансы у человека выплывают. Поэтому не надо много проверять, экзаменов устраивать. Просто запустить человека на ринг и посмотришь, кто он есть. Тем, как себя вели в бою его воспитанники, Игорь Бирюков доволен. На этот турнир он вывел не только закаленных в боях спортсменов, но и новичков. Тех, кто занимается боксом полгода или даже меньше. Но независимо от боксерского стажа, основные правила поведения на ринге ребята уже усвоили. Первое – это нужно сохранять спокойствие. На любые провокации противника никак не вестись. И, собственно говоря, двигаться. Порхать, как бабочка и жалить, как пчела, как и учил великий Кассиос Клей, он же Мохаммед Али. Владение этими принципами и поддержка команды принесли удачу зареченцу Илье Бызову. Золото турнира памяти Проценко он завоевал уже во второй раз. Жизни без бокса Илья уже не представляет. Уверенность в себе. Не трачу время просто так. Ну и как бы это полезно и интересно занять боксом. Еще 8 из 13 товарищей Ильи по команде завершили соревнования с медалями. Всего у зареченцев 6 золотых и 3 серебряные награды. Особенно хорошо показали себя самые младшие боксеры. И пусть сила удара еще далеко не накрутирующая, зато сколько азарта. А вот взрослые боксеры так отчаянно обмениваться ударами больше не рискуют. В этом году в любительском боксе изменились требования к форме одежды. И теперь взрослые, как и профессионалы, выходят на ринг без шлемов. Это в корне меняет тактику и стиль поединка. Намного интереснее, изящнее, более такой мощный бокс, который показывает, что маски сейчас на данный момент у любителей, но они уже не актуальны. То есть мы не видим всю эту красоту бокса. У них совсем изменилась техника тактической подготовки. Она должна, естественно, меняться, поскольку снятые шлемы, им нужно предохранять голову от ударов уже более, так сказать, внимательнее. Совсем другая подготовка к соревнованиям, само поведение на ринге другая. Плюс зритель может видеть лицо, открытое лицо боксера и запоминать, вот в маске его было не видно. С открытыми забралами они выходят на турнирные бои, как рыцари Содневековья. И они и есть рыцари, герои нашего времени, со своим кодексом чести, правилами и установками, которые усваивают на ринге, а потом эти знания помогают найти свой правильный путь в реальной жизни. Особое внимание в нашей передаче уделяется спортивным семьям. Их в Заречном немало. Многие были нашими героями программы «За спорт». Сегодня мы решили вновь показать вам семью малышек. Большую и необыкновенно позитивную спортивную семью. Холод становится теплее, в пасмурную погоду светлее, когда они все вместе вот так приходят на поляну. Эта семья излучает необыкновенно позитивную энергию. О каждом из малышевых можно делать отдельную спортивную программу. Глава семьи Владимир. Личность легендарная. Мастер спорта СССР по карате. В его активе победа над чемпионами мира и Европы. Его медали хранятся в городском музее. В газетах о нем писали «Не знает поражений на общесоюзном уровне звезда европейской величины». Отец тогда еще двоих детей успешно совмещает вышеперечисленное с несением службы по охране общественного правопорядка. Завсегдатые Зареченского пивбара стараются не шуметь и ведут себя вполне пристойно, увидев лейтенанта Малышева и понимая, что с ним шутки плохи. Еще бы чемпион Советского Союза. В начале 90-х имя Владимира Малышева нисходило со страниц печатных изданий. Из Одессы с золотом. Дебют на европейском татаме. Югославские каникулы. Из Бельгии с медалями. Все статьи о Владимире бережно собирала его супруга. Хранительница очага и семейных воспоминаний Елена Малышева рассказывает, что семья их образовалась на небе физкультуры. Уже при первом знакомстве она поняла, на этого мужчину можно опереться. На свадьбе у друга была зима, и мы вот как-то вот большой компанией шли к памятнику по обедам, и в Пензе познакомились, и было очень скользко. И вот что-то как-то я так неловко подскользнулась, и вдруг один парень так раз меня и успел подхватить. И я так про себя отметила, думаю, надо же, какая реакция. Вот так вот прям успел. Тут же узнала, что это тот самый Владимир Малышев. Пришлось соответствовать спортивному мужчине. Лена и сама любила физкультуру. Регалий не было, но спортом увлекалась всегда. Это сейчас молодежь больше интересует гаджеты. Во времена их юности все занимались спортом. У Владимира это были спортивная гимнастика, морское многоборье, бокс, каратэ. Теперь вот снова бокс. У Елены спортивная гимнастика и танцы. Сегодня она инструктор по йоге. Попросили как-то поработать временно. Получилось постоянно. Наверное, я скажу банальную фразу, да, в здоровом теле здоровый дух. Вот как-то ощущение физического своего тела, как здорового, цельного организма, дает какую-то вот уверенность в жизни, дает бодрость, дает какой-то заряд энергии на другие сферы деятельности. Элементарно болеешь реже, практически не болеешь. Это общение с детьми, общение в кругу семьи. Становимся дружнее, переживаем за успехи или за неудачи друг друга. Занятие с хорошими людьми рядом, бок о бок, с семьей, всем вокруг физкультуры, конечно, дает заряд позитивной какой-то энергии, силу на преодоление каких-то внезапно возникающих сложностей. Ну и не могла удержаться и не спросить этих замечательных спортивных людей, правдивы ли слухи, что в свою бытность милиционером на работу из Арбекова в Заречной Владимир ездил на велосипеде. Оказалось, чистая правда. Четверть века назад бывало и такое. И сегодня Владимир Малышев бесспорно человек сильный, выносливый и очень спортивный. Неудивительно, что у этих единомышленников родителей такие же спортивные дети. Старшая Екатерина занимается, можно сказать, с младенчества. Она слабенькая у нас родилась. И вот какую-то литературу я нашел. Тогда еще журнал физкультуры и спорт. И раздел такой был, типа плавать раньше, чем ходить. Ну то, что вот, ну можно сказать, выходили таким образом. Потом уже Катя пошла в художественную гимнастику и даже стала кандидатом в мастера спорта. Затем увлеклась разными видами фитнеса. А теперь, как и мама, йога. Мы хотели бы, чтобы физкультура стала частью их жизни. Просто вошла в жизнь так же естественно, как мы, например, завтракаем, обедаем, ужинаем каждый день. Чтобы также каждый день были какие-то физические упражнения. Не стараемся сделать из них профессиональных спортсменов. Ну а просто, чтобы, как говорится, как-то все по жизни. Какую-то целеустремленность, привить упорство. То, что дает спорт. И тем не менее, каждый из детей тем или иным способом вписывает свое имя в историю спорта. Средний сын Александр – мастер спорта России по самбо. В юношеском возрасте он не раз был героем наших сюжетов. Сейчас живет в Соединенных Штатах. Занимается и там. Недавно выиграл чемпионат Америки по самбо. Младший – Лев. Вспоминает, что это было просто счастье какое-то, когда отец впервые привел его в тренажерный зал. Лев занимался плаванием, теперь вместе с папой – боксом. Недавно выиграл первонастопензенской области в тяжелом весе. Он полностью соответствует своему имени. Рослый, гордый, спокойный. Твердо знает, зачем занимается спортом самостоятельно и с родителями. Мне самому доставляет удовольствие это делать. Потому что я все-таки себя чувствую уверенным. И у меня появляется возможность защитить своих близких и помочь другим людям. Три с половиной года назад в эту семью с радостью приняли еще одного спортсмена. Стар Жуковский. Когда-то занимался борьбой вместе со средним сыном Малышева Халександром. Теперь он муж дочери Екатерины. Говорят, их друг к другу тоже познакомил и связал спорт. Я с определенной целью, я, как говорится, охотилась. Вообще она на катке была. То есть она каталась на катке. Мы там на первом этаже занимались. Ну и как-то вот зашла обратно. То ли ключи, что ли, передать, то ли еще что-то. Вот так вот и встретились случайно. Ну, Катя говорит, что охотилась. Ну, у меня была цель вообще, чтобы муж был спортсменом. Потому что, как сказать, ну, хотелось, чтобы жизнь была все-таки связана со спортом. Вот. И как-то еще, чтобы это был спортсмен, который обладает каким-то интеллектом. Ну, вот я нашла человека, с которым можно было поговорить. До сих пор говорим, говорим. Да. В планах этой сплоченной команды новый участник. И приведет его в этот мир и в эту дружную семью. Опять-таки Екатерина. У нас уже такие споры. Я говорю, девочка пойдет в гимнастику, а муж говорит, ни за что. А муж говорит, что? Если будет мальчик, наверное, сначала отдадим или в плавание, или в плавание, или в спортивную гимнастику, чтобы развить все качества. Потому что я сам шести лет в плавание ходил, до десяти. Мне это очень помогло. Полностью и во всем поддерживают своих детей старшие Малышевы. Семья уверена, все пути открыты. У них есть рецепт хорошего настроения, сплоченности, противостояния невзгодам. Все просто. Вот так. Все вместе занимаются физкультурой. Это тот стержень, на котором держится наша семья. Малышевы уверены, как плохая погода неизменно сменяется хорошей, так и все невзгоды уйдут. Надо только самим захотеть что-то изменить в своей жизни. В Заречном у нас такие прекрасные условия для занятий физкультурой, что я думаю, что только лень какая-то оставляет людей дома на диванах. Жизнь такая, можно сказать, сложная и пошла. Человеку никто не поможет, кроме как он сам себе должен помогать. У каждого заинтересованность должна сохранить здоровье, живость. Позанимавшись, все это проходит и получаешь удовольствие, расслабляешься в спорте. Ну да, физкультура, скорее всего, это психологическая разгрузка. С помощью спорта можно забыть о каких-то своих проблемах, на какое-то короткое время привести себя в форму. Даже не обязательно достигать каких-то определенных высот. Достаточно просто чувствовать себя хорошо на природе. Просто эмоционально разгрузиться. Вы только чуть-чуть, вот скажите сами себе, да, физкультура – это потребно моему телу, моей душе. У вас найдется столько сторонников, у вас найдется столько новых товарищей. Вот такие они, Малышева. Каждый в отдельности яркая индивидуальность. Все вместе – большая дружная семья. Семья, в которой объединяющее начало и общий интерес спорта. Ну, а для повтора следующего материала оснований более чем достаточно. 10 января в Пенсии. Эстафета Олимпийского огня. Один из фоколоносцев – тренер по хоккею Владимир Лохматов. А еще у Владимира Тимофеевича на днях будет юбилей. Но заранее, как говорится, не поздравляет. Это мы сделаем в следующий раз. А вот на одной из тренировок у его подопечных – маленьких ястребов – побываем прямо сейчас. Сколько лет играл в хоккей, сколько голов забил, под какую руку была клюшка, под каким номером играл. И обязательно автограф. Лучше на майке. К юным хоккеистам команды ястребов в гости приехал Владимир Красненков – легендарный игрок пензенского дизелиста. Когда-то для него кумиром был Вячеслав Старшинов. Отыграв в 70-е, 80-е и 16 сезонов в команде мастеров, Владимир и сам стал кумиром. С кем вас сегодня познакомили? С Владимиром Красненковым. А кто это? Лучший бомбардир. Ты взял у него автограф? Да. Этот человек, он играл за дизелист. Это раньше команда дизель так называлась. Под восьмым номером. Лучший бомбардир. У него забито больше 400 шариков. Сегодня Владимир Красненков – директор физкультурно-оздоровительного комплекса 1-й московской гимназии. Руководит большим спортивным хозяйством. С бассейном, игровыми и тренажерными залами, теннисными портами и футбольными полями. Когда приезжает в Заречной, обязательно приходит в Ледовый дворец к своему другу, наставнику маленьких ястребов Владимиру Лохматову. Говорит, что по-хорошему завидует этим мальчишкам. У них есть возможность заниматься хоккеем практически круглый год. Да еще и начали они в 3-4-летнем возрасте. Так что к 8-ми годам уже игроки, хоть и маленькие, но уже победители даже всероссийских турниров. Да, я знаю, мы общаемся, как они выступают. Конечно, большое дело построили этот Ледовый дворец такой. Это чудо для такого города. Вот здесь пообщался с маленькими ребятами. Ну, смотрел, некоторые уже такие есть, которые готовы, знают, чего хотят. Я думаю, должно что-то из них получиться. Сам Владимир серьезно заниматься начал ближе к окончанию школы. Не было в Заречном такого замечательного Ледового дворца. Тренировались в Пинзе. Да и мама была против. Настаивала, чтобы Володя занимался музыкой. К окончанию музыкальной школы он одинаково хорошо чувствовал себя на льду, футбольном поле и баскетбольной площадке. Как выбрал хоккей? Да нельзя было его в те времена не выбрать. Владимир рос и взрослел, когда советские хоккеисты 9 лет подряд становились чемпионами мира. Чтобы не любить хоккей, надо было иметь ледяное сердце. Как только Красненков попал в команду «Дизелист», сразу стал лидером. Товарищи его характеризовали так. Мужественный, самоотверженный и дипломатичный. Имеет свой яркий игровой почерк. Боец. Настоящий боец. Шайба попала ему в лицо, перелом был в челюсти в двух местах, и выбило зубы. И он доиграл секунд 30-40, не уходя со льда, до конца игры осталось. И он доиграл, то есть все лицо было в крови. Это чисто мужской характер. Я говорю, такой закалки сейчас нет. Товарищи вспоминают, что с травмами матча Владимир доигрывал часто. Неудивительно, что первое в своей жизни интервью журналистам хоккеист Красненков давал на больничной койке. И о рекордах. 1974-й. Впервые в истории пензенского хоккея забито 5 шайб за встречу одним игроком. Его имя Владимир Красненков. 1975-й. Дизелит занял второе место в чемпионате СССР. У Красненкова личный рекорд. Забил 32 шайбы за сезон. А спустя еще 5 лет было уже 45 голов за сезон. Но про 400 с лишним шайб маленькие ястребы уже усвоили. А тебе нравится играть в хоккей? Очень. А почему? Ну, как-то из жесткости. И это можно сбивать. И, ну, все разное. Когда я забиваю гол, у меня очень веселое настроение. А кто радуется за тебя в этот момент? Папа и мама. Тренер меня хватит. Отлично. Каких успехов ты хочешь добиться в хоккее? Забирайся, а вы не побольше. Я помню так, что в хоккее не только дети, а здесь взрослые участвуют. Поднимают, как говорится, а дети смотрят, что делают их родители и старшие товарищи. Они тоже, как говорится, стараются не быть в стороне. Греет душу. Да. Не хотели бы вот выйти на лед? Да ну как, тоска есть, не без этого. Напоследок Владимир Красненков пожелал ястребам побольше забивать голов. Это делает игру яркой, зрелищной, запоминающейся. А мальчишки обещают, что обязательно добьются успеха. И они, в общем-то, знают, что для этого нужно. Сильнее тренироваться и лучше стараться и лучше играть. Надо хорошо тренироваться на тренировках, показывать себя и не бездельничать. И, кстати, маленьким хоккеистам есть у кого поучиться. Их собственный наставник Владимир Лохматов – очень скромный и при этом настоящий герой льда. Когда пензенский дизельниц переживал расцвет, его лучшим игроком не раз признавался Лохматов. Великолепной пятеркой, в которой он выходил на лед, было поставлено немало рекордов. Один из них – 1400 забитых шайб. Сегодня он ведет к победам уверенных, стремительных и беспощадных соперникам ястребов. Точнее, воспитывает их такими. И не случайно Владимиру Лохматову доверенно провести эстафету Олимпийского огня. Но это уже совсем другая история. История для отдельной передачи. Вот и все на сегодня. Встретимся снова через две недели. Будет много интересного. Возможно, побываем в Олимпийском Сочи. А может быть, займемся, наконец, подводным плаванием. Но не будем забегать вперед. Вы сами все увидите. Всего вам самого доброго. До встречи, друзья!